Доброго утра! Желает вам редакция телеканала Катунь-24 в студии Елизавета Конева. О самых интересных новостях утра пятницы расскажем в ближайшие пять минут. Студенты Алтайских колледжей и техникумов с нового учебного года будут получать губернаторскую стипендию. Соответствующее распоряжение подписал Виктор Томенко. В список стипедиатов вошли 120 студентов среднеспециальных учреждений края. Основным критерием отбора было наличие в зачетной книжке более 75% отличных оценок. Такое поощрение будет дополнительным бонусом к академической стипендии. В этом году на нее претендовали 158 человек из 34 профессиональных образовательных организаций края. Из них почти половина – отличники. Напомним, что выплата именной стипендии губернатора Алтайского края проводится с 2009 года в целях поощрения и поддержки талантливых и перспективных студентов края. После школы сразу на завод. 9 тысяч школьников устраиваются во время каникул на работу в Алтайском крае. Трудятся дети не только при школьных лагерях, но и на предприятиях. Как ученики осваивают рабочую профессию, расскажет Евгения Князева. Артему Беляеву всего 17, а ему уже доверили чистить металлические детали для строительного крана. На одну заготовку уходит 2 часа. Девятиклассник говорит, что решил не тратить летнее время отдыха впустую и обратился в центр занятости населения Барнаула. Теперь трудится на станкостроительном заводе. В 5 дней в неделю не более 7 часов. Мне стало чуть-чуть сидеть дома. Я захотел поработать. После обратился, сказал это маме. Мы вместе подали документы в центр занятости. После центра занятости мы отдали документы Алтай-Тай. И мы на крыльях на работу. Таких, как Артем, которые поменяли каникулы на работу, в Барнауле более 3 тысяч в месяц. Они получают до 10-12 тысяч рублей. До конца лета 30 предприятий города примут на работу еще почти 700 подростков. Это вагоноремонтный завод, Барнаульский водоканал и многие другие. В последние годы возрос интерес именно к летней занятости не в пришкольных трудовых бригадах, а именно на предприятиях и в организациях, которые занимаются реальным производством, оказанием услуг и так далее. Ребята, приходя, сразу иногда заявляют, что хотели бы на завод пойти. По словам сотрудников центра занятости, зачастую после летней практики на заводах, старшеклассники идут получать такую профессию, с которой можно вернуться на предприятие уже в качестве постоянного сотрудника. Евгения Князева, Денис Кузьменко. Новости. Как с помощью холода избавиться от депрессии, лишнего веса и боли в суставах? В Центре восстановительной медицины есть уникальный метод лечения низкими температурами. Креотерапия. Подробности в следующем сюжете. Депрессия, боли в суставах, лишний вес и преждевременное старение. Все эти проблемы можно победить с помощью низких температур креотерапии. Холод – это стресс. Но стресс полезный. Природа и не думала, что человек может попасть в температуру минус 160 градусов. На такой стресс у организма нет готового ответа, поэтому биохимическая реакция на него особая. Включается выброс нужных гормонов, а ненужных выключается. То есть мы получаем все позитивные моменты стресса и убираем негативные. Происходит запуск механизмов самодиагностики и самоисцеления всех органов и систем. Улучшается обмен веществ, улучшается микроциркуляция, улучшается кровоток. Настолько, что за 2 минуты в этой криокапсуле тратится 1500 килокалорий, а 10 процедур равняется 2 годам закаливания. При этом уходит именно жир. Кожа подтягивается, уменьшается целлюлит. Интересный эффект криотерапии – стимуляция выброса эндорфинов. Поэтому в Европе криосауну используют для лечения депрессии и алкоголизма. Этот же эффект используется для лечения суставов в антиэйдж-медицине. Но записаться на курс рекомендует не с 50, а уже с 20 лет. Одной из самых лучших процедур, которые я проходил для примитивной медицины. Потому что, во-первых, это недолго, это не больно, и здесь ничего такого нет. Для организма это, наоборот, приятный такой стресс. Даже если один-два раза сходить на эту процедуру, то реально чувствуешь на следующий день какую-то бодрость, запас сил. Иначе себя ощущаешь, чем до этого. В криосауну заходят в хлопчатобумажном белье. На ноги надевают чуни, на руки перчатки, на голову шапочку. Дикий холод не ощущается, так как воздух сухой. К тому же происходит блокировка холодовых рецепторов, и температура не воспринимается реально. За пациентом обязательно наблюдает врач и говорит, сколько времени осталось. К третьей-пятой процедуре приходят ощущения комфорта. Обычно рекомендуется курс из 10 сеансов ежедневно или через день. Примитивная медицина – это профилактика, а не лечение. Принцип современного мира. Записаться на процедуру можно уже сейчас по телефону 50 4401. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит студия утреннего канала. Не переключайтесь.